Их работа и опасна, и трудна. В минувшую пятницу по всему городу прошли открытые приемы граждан участковыми уполномоченными. Один из таких приемов на участке в самом центре Иваново посетил глава города Вячеслав Сверчков. Очень важно то, что сегодня участковые стали плотно работать и с управляющими компаниями, и с депутатами городской думы, и по выявлению незаконно проживающих жителей, и по тем нарушениям ОДН в округе. Поэтому я думаю, что такие встречи, они очень полезны не только в день отчета, но и, наверное, ежедневно или ежемесячно. Такие встречи в округах просто необходимы. Вячеслав Михайлович шутит, если вы редко видите своего участкового, значит у вас не так все плохо. А если серьезно, всего в Иванове 111 участковых. Но по-прежнему есть небольшой кадровый дефицит. Ведь участковый должен обладать определенным набором качеств, без которых работать сложно. Они и полицейские, и юристы, и даже семейные психологи. На участковый пункт полиции люди обращаются с самыми разными проблемами. И всем нужно помочь. Тем более, что участок не самый спокойный. Мой район, в котором я работаю, он не совсем спокойный относительно с другими районами. Потому что у нас центр города, у нас скопление ночных клубов, дискотек, скопление мест массового скопления граждан, это торговые центры. Поэтому у нас периодически возникают конфликтные вопросы между гражданами. Поэтому нам приходится разбираться и находить общий язык с ними. У нас ночное время, суток постоянно. Люди со всех районов приезжают, городов отдыхают у нас. Поэтому у нас кипит работа. Среди проблем, с которыми на этом приеме обратились жильцы, незаконно сдаваемые квартиры и квартиранты, нарушающие тишину по ночам. А также несанкционированные парковки на газонах и в зонах скверов. Участковый пообещал, что уже со следующего дня займется решением этих проблем. Чтобы в его районе все было спокойно.